Продолжение следует... ...это была русская земля. Русские ее обустраивали и проливали за нее кровь. Пока в 91-м году ради власти кучка предателей не развалила Великую Империю. В городе действует комендантский час. Выходить на улицу можно только с 10 до 12. И только на своей улице. На руках обязательно носить белые повязки. На каждом доме должно быть написано по-русски, сколько там находится человек. Мы спасем эту страну. Выбора нет. Либо они, либо мы. А кто не согласен? Что ж... Не беспокойтесь. Вы все нормальные. А это грязь. И мы здесь, чтобы очистить вас от этой грязи. Выграя. Водя. 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 В отношениях напоминает Александр. Александр есть житель Ирпения. Он был здесь, когда все это все начало. Сегодня он был волонтариусом и заводил необходимые вещи на линии фронта. И ситуация выглядит в таком способе, что это 3-го года. Я сейчас ручусь в Ирпении. Я для него несколько пачек, которые приготовили полцы. И это такие. Слодычки разных типов. Это была клиника доктор Барти Детлов. И там несколько человек страют, чтобы все это организовать. На конце видео будут показаны еще подзекования для этих людей. Здесь тоже есть какие-то слодычки. Такое едение для детей. Какие-то кредки, мазаки. Все, что здесь могло бы придать. Ну и то дамы этим волонтариусам. Может, мне тоже получится какой-то материал сделать. Может кто-то что-то там себе поверит до камеры. Но моя мама сейчас едет до Харкова. Я не могла ехать до Харкова. Я не могла ехать до Харкова, которые тоже не могу сказать. Но моя мама поедет. Достала мою камеру. Она говорит, что хочет ехать и увидеть, что там случилось. И это будет ее первая связь. Это первая связь с камерой. Поэтому я надеюсь, что смогу показать это как-то. Я буду через этот час показывать Киев. Мама Харкова. В этот час мы встретимся здесь. А 5-го года мы сейчас уже в Русске до Лвова. И там мы до 7-го года. 7-го года вернёмся до Польши. А я сейчас 40 минут по дороге до Ирпини. Привет, Маке Олександр. Я сам живущий из Ирпини. И я волонтер, который начал свою волонтерскую деятельность от первого дня полномасштабного нападу Росии на Украину. В первые дни никто не верил, что это действительно случилось, что Россия подберла на нас, что она нас будет вбивать. Все ждали, но 25 лютого уже были подорванными мостами, уже люди начали потроху залишать в Верпене, потому что покупатели наступали. И я взял машину и стал просто вывозить людей на столько-на столько лет. Потом уже, когда в Верпене начались серьезные боевые действия, когда Российская армия начала наступать сюда, люди приходят и ближе. Тогда уже я и таки же волонтеры, как я, мы стали привозить из Киева сюда ежу, медикаменты, одежду, хлеб, все что угодно. Продолжу привозить людей, но это уже было потом. С первого, первые дни это не понимание того, что происходит, ну и пытание помощи кому-то. Здесь мы не можем идти. Так. Здесь мы можем показать это место. Это один из гнездных в Верпене. Это место из Варшавской трассы. Это место с боку Гостомеля. Окупанты шли в Бостомеля, потому что там большой аэродром, на который они думали, что зайдут. Дети заходили в колонну и шли сюда на РТ. Это место, это территория блокпосту. Здесь были наши вояки и теробороны. И они очень сильно стримовали наступы покупания. Этот блокпост вздвигался все ближе и ближе. И это была остальная его линя. Здесь еще оставались споруды. Споруды блокпосту. Окупанты постойно намагались еще ближе. Постойно намагались вибить наших хлопцев. И унищили тут все. Если вы увидите, весь этот район не существует, его нет. Если вы видите этот дах, это новый, его стойно поставили. Здесь нет никакого целого дома. Мы будем идти за улицей, за улицей, и там ничего нет. И шести лет. Этот дом, поза мной, этот район сюда привозили делегации других стран. Здесь были президенты, здесь были премьер-министры. Чтобы показать им звезды, окупанты, которые они здесь творили. Этот дом горел тиждень. Я ездил повез с него, когда привозил хлопцем на блокпост то, что им было нужно. Он горел. Он горел. Горел, 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 горел. Постоянно. Более него дом, который несколько раз его уже нет. Его просто уехали. На его месте уже ничего нет. Ирпинь потихоньку отбудовывается. Он не так быстро ходил. Но они отбудовываются, поэтому много чего мы уже не увидели. Но мы впервые пройдем этим кварталом, и вы увидите, что мы сделали. Играет музыка. Играет музыка. Объясни, что у нас происходит на юниверситет. Играет музыка. Играет музыка. Это была территория нашего блокпосту, это последняя была линия обороны, и именно здесь были окопы, в которых наши хлопцы Мы постоянно, в день и ночью стримали наставку оккупантов, что я знаю, что здесь были похованы наши хлопцы, которые погибли прямо здесь Ну, наверное, их перезахоронили, когда закончились боевые действия, но тогда не было возможности их отвезти Декотрих мы привезли, и я особо помогал кого-то привезти, но это не можно было делать постоянно, и я знаю, что где-то он был захован здесь Наша территория обороны находилась в этих зданиях от обстрелов, и вы видите, посмотрите, тут все посечено, тут все побито, тут нет живого места Потому что тут был блокпост, потому что его пытались взять раз за разом, и уже столько времени прошло, а тут, видите, еще продолжают работы И восстановить всю территорию, восстановить все строительства, эти трансформаторы, потому что тут было все разбито Туда прилетела бомба, из самолета бомбили, и там воронка, и она уже засыпана, но воронка была такая, что там машина вместится Эту воронку Эту строительство тоже было небольшое место для ребят И вы видите, что из нее осталось Розбили все Я подъезжал сюда своей машиной, меня ховали под навесом вот тут, чтобы не было видно из дрона И в машину перекидывали ребятам то, что я там завезли А вот теперь смотрите Вот тут ничего нет Главной строительства тут нет Можно просто камеру Поднять над парканом Или посмотрите, что тут ничего не осталось Все таки Весь этот район, он побитый И все строительства здесь Это была вторая дорога, по которой можно было доехать до блокпостов, потому что та дорога, по которой мы с вами сюда заехали, она прострелилась и мы Знайшли это такой обходный Плях, чтобы заезжать до блокпостов Но и его Накрили его тоже Стали простреливать И потому что спалили тут все Вот Когда мы с вами заходили сюда С того боку, начи так ничего А тут, смотрите Тут нет Женой хати Нема Масакра Ничего Ничего И это все нужно сносить, потому что оно сгорело, его не можно отбудовывать Воно не держится уже Людям, как вы видите, уже ставят такие вагончики Чтобы, ну, тимчасово как-то можно было жить Но весь этот район, он должен быть отнесен и отбудован заново Цей район очень сильно постраждал Тут была такая история Заехали два каких-то броневика Окупантских И тут был бой Спершу наши Намагались Подбить Такой подбили Два броневика А потом Окупанты Как в отместку Почали Обстреливать Сильно обстреливать Цей район Вони гатили сюда и снарядами, и минами И тому Мы сейчас с вами выйдем До будинків Ви побачите, что будинки, как сито Вони прошитые снарядами Там Отвер на отворе И тут нужно было ехать очень быстро Очень быстро Все постоянно простреливалось Все постоянно было под огнем Если слышишь, что очень близко кладут мини Кидаешь машину и под забор Чекаешь Если Не близко шарахнуло Знову машину и вперед И так далее И так далее И так далее И так далее Вона хвалася Під этими двумя Будинками Вона хвалася Вона хвалася Потому что Там Танчик стоял где-то там А Башня валялась Вот тут Весь этот район Это Что за этими домами Воно теж Спалене Теж Воно теж Воно Сейчас Все Все залатано, потому что тут не можно было ездить. И, что интересно, видатный вуличный художник Бенкси, он тут оставил свою картину. И зберегает, чтобы никто ее не попсувал. Что они делают? Уборка. Это мина. Вот такого много. А вот это картина Бенкса. Самый вот тут стоял... Ну, это была БМД. Я не очень понимаю на этих бронетисниках. Но похожа на БМД. Стреляла звезды, ее тут накрыли. И сколько? Ну, это метр пятьдесят башня отлетела аж туда. Другая машина стояла тут. И спалил ее аж туда. Они обидвие тут ховали. Поэтому вы видите, что среди боев тут больше, чем где. Потому что пытались спалить эти машины. А потом... Русня пыталась уже выбить наших ребят здесь. Тут... Ну, все. Все в минус. Все пролюбилось. Вы рассказывали историю. Я... Честно, я не знаю на сколько... Это было именно здесь. Но таких историй по Яркеню не мало. Чемало. Люди готовили себе еду, ежу на мангалах над горой. Потому что не было ни газа, ни электрик, ни чего не было. Они ставили перед домиками мангал и готовили себе ежу. И говорят, что именно здесь приход минус. И люди загинули, как я тут готовила себе ежу. Или это было именно здесь. Или было рядом с другим подъездом. Я сейчас не могу сказать. Но таких историй остается. Таких плохих историй. И все это нужно сносить. Потому что строить эти домики уже не имеет смысла. В середине все обгорело. Если есть желание, можно зайти и посмотреть. Хотите? Пойдем. Ну вот. Тут же начинаются кухни. Угу. Тут же все обгорело. Все выгорело. Ну и чем дальше мы будем сниматься. Теперь можно все будет ежше или не ежше. То есть тут же... А гиры сквозни. На скрижни. Тут уже порушилась от инструкции. Тут же попадало все. Вот такое просто у меня. Ну, вот. Тут и находится. Небезопасно. Боо. Смены падают. Все падает. Может и дых в пасты. Все что угодно. Поэтому мы с вами очень... Затримуватись тут не будем. То я попробую. Если идти на рех, то там еще больше будет. Все воно попадало. Погорело. А там дальше будет... Дерпись включения снарядов. Там вот. Вирваны стены. Перекольтя. Таких. Найбільш посраждали в дубинке. Вже снесли. Я вам их не покажу. Такие сейчас стоять. А вот они не стоят. Здесь тоже стоят. КОМИНСКИЯ Иятся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, і гарячі чаї, і бутерброди, і майки, і носки, і білизму, бо хлопці постійно на позиції, їм немає куди відійти, ні помитись, нічого. Їм треба постійно бути з автоматом в руках. Тому наше завдання волонтерського було забезпечити їх постійно, щоб не було щось. І навіть київські ресторани, вони нам готували майже на кожен день гарячу їжу ресторанну, запаковували її. І от я особисто завозив сюди по 100-200 порцій гарячої їжі, щоб зразу привезти хлопцям, щоб їм було поїсти щось свіженьке, гаряченьке. Ну і звісно, допомога цивільна. Кого вивезти на евакуацію, кому привезти, для що їм потрібно. Особлива складність тут була, це люди, які не можуть виїхати, або, ну там, із своїх якихось причин не хочуть виїхати. Може, комусь не було куди, комусь не було як. Були лежачі, були малоходячі, ну різні люди. І особлива складність була, це ті, які потребують кожноденних ліків, там, інсуліну чи ще якісь. І нам люди дають перелік, що їм потрібно. Нам потрібно в Києві знайти ці ліки, купити ці ліки і доставити сюди. А це той час, коли нічого не працює, аптеки не працювали, нічого не працювало, дістати щось було дуже важко. І мої друзі, волонтери, поки я тут в Ірпені мотаюсь по городу, вони в Києві бігають, шукають за цей день їжу, ліки, бензин для генераторів, там, все що завгодно. За день вони це назбирають і рано вранці я підвожу це все в Ірпені. Ми можемо йти в інший бік, так. Далі там буде трішки краще ситуація. Ну я маю на увазі по руйнуванням в лапрах звісно краще. Ось, але, ну, це те саме. Це те саме. Бачите, люди, це вже, люди відбудовують, це вже прибирають хлам, скидають його і будуть відбудовувати собі дах. Цей будинок буде жити. А це в земі. І в мій будинок там, де я живу, теж влучила міна, але повезло, просто повезло. То, що то була маленька міна, там 60-ка, і вона влучила так, черкнувши, то там лише частину даху знесло і частину стіни знесло. І це можна було відновити. Тобто сам будинок, він залишився живий, живий і в ньому можна жити. А мої сусіди, два будинки моїх сусідів, які від мене стоять 20 метрів один і 20 метрів інший, вони зруйновані пщем, там лише все вигрізти не можна. І туди в один попадання 120 міна, а другому будинку не повезло взагалі. Там влучання тричі в нього влучило. І якщо в перший раз ми дивилися, гадали, що ще можна його якось там буде полагодити, то два інших влучання нам сказали, що все. На цьому закінчили. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Це невеличкий житловий такий комплекс був, він дуже красивий сам по собі, він був дуже зелений, тут були дерева і він був невеличкий. В цей будинок влучили в один з перших. І тоді ще для всіх нас було незвично чути звуки вибухів. І коли я почув, я тут недалечко живу, коли я почув, я бросив, кинув все і просто прибіг сюди, я думав, що тут потрібна може буде допомога комусь. Влучання було не сильне, перше влучання було не сильне, помітне, але не сильне. Будинок можливо було ще відновити, зібрались люди, вони там витаскували якісь свої речі і я тоді ще записав на відео звернення голови цього житлового комплексу. Бо тоді ми ще навіть не уявляли наскільки масштабна і наскільки довга ця війна. Ми думали, що це все ж обмежиться якимось невеличким, по часу невеличким втручанням. І чому ми записували це відео, я його хотів відвезти в Київ, показати засобам масової інформації, показати може там десь до мерії дійде, що сюди треба допомога, щоб зреагували пошвидше і привезли сюди допомогу людям. Я чесно, я не встиг його передати, тому що бойові дії тут ставали все сильнішими, все інтенсивнішими і вже стало зрозуміло, що ніхто ніякої допомоги будинку ніяк не надасть, тому що тут будинки руйнуються десятками за день. Вже всі зрозуміли, що не стоїть питання врятувати будинок, вже стоїть питання врятувати життя своє, і треба евакуюватися, треба вивозити людей, а вже стало не до того. А будиночок був красивий. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Романівський міст – це єдине місце, через яке можливо було покинути Ірпінь, і не тільки покинути Ірпінь, але і завезти щось в Ірпінь. Перехід – це зараз він такий, виглядає так собі нічого. Ті часи рік тому, що дерев'яну переправу кожного дня змивало. І хлопці, які тут чергували, вони кожного дня її лагодили по новий. Нові дошки, нові гвозді. Все це зробилося кожного дня заново. Я двічі тут попадав під обстріл. Один раз під міномет 120-й. Ми не могли вийти ввечері з Ірпиня. Воно криво дуже сильно накрило. А другий раз тут десь відібралась БТР по-купанську. І розстрілював місць 30-мм автоматичної пушки. Мені ці снаряди попадають по машинах, вони скачуть як зайчики. І ми тут лежали до нього. Ми не могли нікуди йти, тому що снаряди ракушетили дуже сильно. Ми скачали звідти, а снаряди лідали всюди. Ракушети були спрашні. Допоки він не розстрілявся, ніхто не могло грошити звісно. А оце, бачите, такий стилізований червоний кораблік. Це було моє місце збору речей. Я їздив по Ірпиню, я приїжджав сюди по набережні. І всі знали, всі тут знали, що цей червоний кораблік, це моє місце. І вони зносили ті речі, які треба було віддати людям в Ірпиню. Їжу, медикаменти, одяг, бензин, киністри, все що завгодно. І навіть коли мене тут не було, хлопці приїжджали на руках. Це все робилося на руках. І ми мали звідти аж там паркувалися машини, коли це можливо було. Бо коли були обстріли, паркувалися аж у лісі. І ми звідти на руках кожен цей ящик переносили все це, вкладали біля цього корабліка. А потім я вже з цією машиною приїжджав, завантажувався і на Ірпиню. Тобто я курсую тут, а хлопці курсують тут, щоб це завантажити тобі. Собі привозиш людей на евакуацію, перевозиш їх сюди. А з біля кораблика забираєш те, що ти можеш відвезти. І мені тут було важко, наскільки важко переходити і переносити речі, що в якийсь час там хлопці, і все, які були постійними. Тобто тут робили переправу таку. Вони повисили в багазину такі великі тверзини на трасі. І перебили, і інші переправляли знову. Тобто до себе було вже важко. Там вже приїмали і просили. Хто сюди, хто туди, бо по цій дорозі багато приїжджало, по цій менше. Ця дорога, вона коротша. На цей бік ротиня сюди дістатися швидше. Але окупанти її стали прострілювати. І в'їздити тут стало небезпечно. Зараз її вже полатали, але вона вся була у слідах від мін. Від тих же пушок 30-мм. В оці недобудови заходили окупантські ДРГ. Там засідали снайпери. І вони прострілювали і місць, і оцю дорогу. Наші валяки періодично туди їздили звідти вибивати, викурювати. Але заходили. Заходили вони туди. Чого хорошого цього не було. А потім в якийсь момент був, я пам'ятаю цей момент. Тут було багато дронів. Вони, мабуть, вичисляли це місце. Де що тут знаходиться. І в якийсь день глупили сюди настільки потужно, що розвалили. Цього будинку вже не було. Тут ховалися. Люди переховувалися. Поки чекали на евакуацію. Бо там, на першому поверсі, там великі плити. Там перекриття таке. Бетонне було сильне перекриття. З ним можна було сховатися. І отут розбили все. От бачите, стоїть будинок, від якого дві стіни залишилися. От так само було і тут. Ну тут таким взагалі не було. Оце все було розвалення, спалення. Магазин спалений, той спалений. За тими будинками, малесенькими. Там стіна стоїть, за якою миховалася від уламків, щоб спал тут від міни. Оце єдине місце було тут для сховатися. В підвалі і цього дому, і отам за спіною. І тут багато було постраждали. Тут довго стояла волонтерська машина, біля якої, прямо перед носом якої прийшла міна. Тут хайбусить. Люди є випоювалися від нього, а відвезли іншу машину. Але хайбусить довго ми не могли звідси прибрати. І коли інтенсивність обстрілів тут збільшилась, вже неможливо було... Просто так собі вже не під'їдеш. Ми мали ховатися аж там, в лісу. І люди, випадку, теж ходили туди до лісу. І ми звідти з того лісу не носили все. Суді на руках. Бо по іншому не можна було. От якось так. Зараз у нас все виглядає вже красиво. Вже прибирають і відновлюють об'їзд. Є. Одинки відновлюють. А тоді заходиш сюди, відходиш до цього моста, дивишся на Ірпінь, а він весь у стовбак чорного диму. І ти розумієш, що це місто горить. Але все горить. Куди ти п'яне, що все горить. Ти їдеш потім на місто, і туди горить. Дивишся. 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 Продолжение следует... 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 Много тут заминовали? Они заминовали все. Они понимали, что они загнаны в глухой путь, и что им нужно защитить любые возможности подхода. Все окна, все двери были заминаны. Но наши парни смогли прерываться и отбить эту территорию. В этих птицах. Но как будто бычу еще запах. Может пахнуть? Да. Посмотрите. Кошмарно. Но это вот здесь. Я всегда могу так показать. Так. Но все там произошло. Когда люди тут ждали на помощь humanитарна, на едение, то здесь уничтожили. Были также атаки ракетовые и просто с дронов. Я виду лодовку. И это такое удивительное. Как видишь, такие вещи, такие ужитки, как люди нормально приходят до дома, делали обед, а сейчас не живут. Думаю, больнабельцы. Кроме оств editors. До новых ведущих. Ясно говоря, ISIS, Так.